Привет всем! Меня зовут Яна, мне 29 лет и я живу в Новой Зеландии. Хочу начать со слов благодарности, потому что именно эту практику я возобновила после занятий с Игорем. Сегодня уже третий день, как я практикую, продолжаю практиковать духовные, энергетические практики и медитацию самостоятельно. Поэтому низкий вам поклон всем, кто присоединился к этому курсу и, естественно, большой респект, поклон и намасте Игорю, который создал этот уникальный курс. Уникальность его состоит в том, что он мега насыщен и он затрагивает все стороны нашей жизни. То есть, как правило, он направлен на то, чтобы у нас, не знаю, до момента медитации было настолько сбалансировано все внутри, на уровне mind, body and soul, что в медитацию входить полностью легко и комфортно. То, что меня сподвигло на... Меня сподвигли мои внутренние поиски и желание ощущать внутренний комфорт при переменной... При постоянных переменных жизни. То есть, изначально мой посыл был... Мой запрос состоял в том, как добиться ощущения внутренней гармонии, несмотря на то, что тебя окружает. Я начала замечать по жизни, что, несмотря на любящее жизнеразностное состояние, во мне очень много каких-то страхов, которые буквально вот так вот начинают меня атаковывать. И я не раз практикала медитацию до этого, но никогда у меня не было стабильного подхода к данной практике. И вот с Игорем все началось с недельного курса, а потом так плавно перетекло желание продолжить и углубиться. И мое удивление состояло в том, насколько разнообразная практика вас ожидает, друзья. И насколько она гармонична, как одно состояние переходит в другое. И это начинается просто самое интересное путешествие внутрь себя. И Игорь за это время, почему я начала за слов благодарности, за это время он стал настоящим другом. А вы знаете, друзья, они не те, которые тебя просто... Естественно, которые тебя хлопают по плечу, обнимают в трудные минуты, переживают за тебя и ликуют в радостные минуты. Но друзья, они те, которые показывают тебе твою истинную натуру, помогают тебе найти твою... найти себя. И толкают на новые подвиги, толкают на новые исследования и изучения. И вот именно с Игорем, потому что я до этого... Я и практикую йогу уже давно, я практикала медитацию, я живу в самой красивой стране мира. А я очень счастливый человек. Но все равно, как говорится, on the back of your mind, что-то с тобой не так происходит. И занятие с Игорем, то, как он подстроил практику... А я считаю, что это просто гениальнейший подход. Сначала мы делаем энергетические упражнения, прокачиваем различные чакры, набираем в себя как можно больше энергии. И затем мы переходим в теоретическую часть. То есть как-то опять же на уровне мозга и новых знаний и философских толчков мы понимаем, что с этой энергией мы можем делать. Затем мы окунаемся в медитативную практику с этой энергией, с этим знанием. То есть, как я сказала, что все очень сбалансировано, последовательно и уникально. И вот это путешествие... Мне очень понравилось то, как мы доработали с энергией. То есть, что мы двигались от нижних чакр к постоянному движению, следовали постоянному движению вверх. И на уровне раскрытия различных чакр мы практиковали различные виды медитаций. И это, наверное, то, что мне больше всего понравилось. То есть я не могла... Я не могла насладиться. 20 минут мне было явно мало, когда мы практиковали практику на изобилие или практику на визуализацию. А с практикой мета, сущность которой заключается при умножении любви и сострадания в себе, это просто космос. Мои... Я поверила Игорю, что и мою любовь все почувствуют, жители на планете, и мои дивные люди, которых я очень люблю, и сама я их любовь это почувствую. Я верила этому, но то, как это проявлялось в жизни, мой мозг даже представит это не может. То есть если ты начинаешь это анализировать, откуда это приходит, то появляются какие-то страхи, сомнения, и думаешь, а что этот человек на меня так смотрит. А когда ты понимаешь, что этот твой посыл, он дошел до той точки заветности. И этот посыл возвращается к тебе, потому что идет настоящая циркуляция энергии в природе, то все очень легко становится и очень прекрасно. А... Конечно, я посоветую этот курс многим людям. Мне бы очень хотелось, чтобы моя семья, мои родители присоединились к изучению себя на таком уровне. Посмотрим. А... Конечно, я посоветую это своим близким друзьям и уже это сделала. А... К сожалению, я не могу... Я советую этот курс моим англоязычным друзьям, так что, Игорь, пожалуйста, сделай круг курс на английском, потому что, мне кажется, аналогов тебя не существует. Я занимаюсь онлайн коучингом и йога курсами со многими разными коучерами через приложение Kodi App, но это совершенно другой уровень. И... Я, наверное, скажу одно из самых банальных и непростых систем. И... Как вы знаете, как вы знаете из курса, медитация, она приближает вас к себе. Это единение с самим собой. С самим собой. И в курсе вы понимаете, что... Вы задаетесь вопросом, а кто я такой есть? Вы понимаете, что мысли, эмоции, вот эта вот бурлящая стихия, это всего лишь одно из отражений. И то это... Вы этим не являетесь. Вы вот это зерно, которое прорастает, будет прорастать еще глубже и глубже. И... Моя банальная истина заключается в том, что... Я благодарна этому курсу за то, как с помощью познания себя я могу изменить отношения к каждому своему дню. Я благодарна этому курсу за то, как меняется моя жизнь. Как выстраивается моя новая рутина, по которой я очень скучала. Как во мне зре чувство дисциплины, которая распространяется не только на практику медитации, но и на мою жизнь. Мне намного легче контролировать свои мысли и не пребывать в чувстве стресса. А как я говорю, все ненужное отходит на задний план. Мне... В течение этих трех недель мне намного проще было принять решения, которые я не могла принять в течение последних месяцев. Потому что одна из моих черт, моих природных качеств, это то, что я очень страстный и жизнерадостный человек и люблю хвататься за много дел одновременно. И при этом очень сложно бросить одно или то дело, когда ты любишь их все. А в медитации, во время практики медитации, мне стало намного проще понимать, что правильно, что не правильно. Точнее, что правильно для меня и что ложно для меня. И вот эта возможность видеть все, каким оно есть и представляется для тебя настоящего, мне кажется, это незаменимая жизнь. Возможность понимать, что хорошо для твоего роста, для твоей души, для того, чтобы ты был целостным, гармоничным, спокойным человеком. От возможности, что тебя уводят в сторону, я уже не говорю о разрушающих материях. А еще один момент. Как только начинается во мне поднимать вот это все неспокойствие, так сразу мозг дает уже команду на то, чтобы я наблюдала за дыханием. Я закрываю глаза, сделаю несколько глубоких вдохов, начинаю дышать, наблюдая за движениями в районе живота, в районе пупка, и меня потихоньку отпускает. То есть желание справляться со стрессом какими-то другими способами, которые всем нам приходят на ум. Еда, секс, алкоголь, сигареты, постоянные разговоры по телефону с подругой. Нет. Только ты. Только здесь и сейчас. Наверное, все. Сейчас. Спасибо.